всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием blondes td6 и в этом видео мы будем проходить нашу сложную одиссею мне недавно написали в группе вконтакте с просьбой о том чтобы я заснял прохождение ее несмотря на то что знаете я в одиссеи то вообще не играю в принципе я как получается раз в год могу поиграть в них но здесь мне как-то так захотелось все-таки помочь вдруг одиссея какая-то сложная и мало ли что решил пройти но при этом первую запись после прохождения я нечаянно удалил и сегодня ночью я просто начал перепроходить счастье одиссея оказалась не такая уж и сложно я даже не менял герой не знаю был ли там выбор но по итогу у меня короче гвендолин а в начале как бы видео вы могли увидеть какие героев я вообще выбрал но использовал то я из них всего парочку в основном это у меня была обезьяна с бумерангом обезьяна ниндзя и деревня все типа вот эти вот знаете это вот три героя три постройки как можно правильно выразиться которые вам действительно будут достаточно использовать для прохождения все одиссеи больше и не надо ну конечно же тут и другие герои тоже есть прикольный поэтому вы их можете поставить для разнообразия то есть в этой эссея как по мне самое главное это сначала развить вашу обезьяна ниндзя как вы можете сейчас вот заметить я ускорил видео в два раза так что мы тут уже на 25 раунде я постепенно все ее прокачиваю потом после того как уже липкие бомбы сделаю либо за пару раундов до 40 раунда можно поставить обезьяна с бумерангом и также ее прокачать для того чтобы справляться уже с волнами шаров которые как постепенно у нас начинают увеличиваться и также вот после того как вы уже прокачайте липкую бомбу и немного прокачайте обезьяна с бумерангом до примаклефа сразу же ставьте деревню и старайтесь ее прокачать посередине на 2 чтобы ваш бумеранг мог справляться с камуфляжем потому что на этой карте начинок просто на этой 10 и тут вот в этом плане конечно же проблемы некоторые по крайней мере у меня вот с этим случались но после того как я перепроходил знаете у меня уже такая тактика как бы сформировалась поэтому без каких-либо проблем все нормально вообще прошел и это здорово также ведь у нас есть способности в этой 10 и я не знаю кстати если вы их используете эти способности будут тратиться из вашего инвентаря или же они просто так даются если они просто так даются то вообще не будете их использовать все в этом плане нормально там есть способность которая позволяет обнаруживать камуфляж и она очень даже полезно и если вы не успеваете прокачать деревню то вы можете поставить вот этот вот детектор и он вам поможет он не бесконечный но на довольно таки длительное количество раундов тут присутствует но и без этого справился и как вы можете заметить у меня сейчас немного хп отнялось и как раз таки это было из-за камуфлированных шаров потому что там проглядел не заметил и все вот знаете вот до такого расположения я уже дошел то что мне обезьяна ниндзя получат с липкими бомбами боммеранг у нас видеть камуфляж и потом вы ее также прокачиваете по верхней линии чтобы она опала обезьян в первую очередь примоглев а дальше все вы можете уходить афк ну и уже как бы будет спокойней но единственное знаете все равно время от времени заходите проверяйте потому что я например отслеживал когда там накопится 30 тысяч чтобы прокачать наш обезьян с бумерангом после чего я уже качал деревню чтобы он тоже наносил урона еще лучше бафала так что вот этого вообще предостаточно я просто когда в полночь вот начал проходить это одессеем я получается достиг этого момента включал песенку в наушниках и и ходил по комнате знаете в ожидании когда же закончится когда же закончится потому что но тактика на всех картах абсолютно одинаковая то есть тут не приходилось мне как-то кота разнообразие достигать типа ой а на этой карте лучше так делать нет на всех картах одинаковая тактика без каких-либо проблем спокойно проходится если у вас что-то не получается то можете еще давать какую-то обезьяну мне кажется без каких-либо проблем все у вас будет хорошо должно получаться я вас по крайней мере верю напишите просто в комментариях кто вообще из вас проходит одессеи и как у вас с этим обстоят дела надеюсь что у вас в этом плане нормально потому что но одессея оказалась правда довольно таки легкая но на нее на ее прохождение у меня ушел час и вот эта карта по моему самое сложное вообще оказалось для меня по крайней мере потому что здесь у нас идут чередующие раунды то есть у нас тут и раньше камуфляж выходит и свинец раньше выходит то есть к этому надо быть готовым так что здесь если вы будете использовать способности камуфляжа детектора вот или еще что-то вот тут я прям советую эта карта вот реально хорошая когда в первый раз проходил на запись еще утром вчера я эту карту несколько раз перепроходил потому что из-за камуфляжа я сливался ну во второй раз вот этот вот который уже сейчас вы увидите на записи у меня реально таки навыки немного отточились и это все просто прошел без каких-либо проблем понял что мне надо когда мне надо поэтому если у вас были какие-то вот проблемы с одессея вы можете попробовать просто сделать то же самое что и я и я вас верю мне кажется у вас все должно получиться я даже толком то банановые фермы не использовал единственное их использование это было под конец но уже написание карте это ради такого фана небольшого даже без его но без их использований вы можете вообще спокойно пройти без каких-либо проблем кстати с камуфляжем еще помогает огонь гвендолин насколько я не ошибаюсь и вот этот вот первый скил он очень даже хорош тройскил бред тоже помогает на самом деле блин в этой одессе это гвендолин мне показалось довольно таки хорошим то героем антка молодец а у меня же еще у нее скин такой прикольный я даже не помню когда его покупал мне кажется тогда у нее была скидка и вот это вот здорово на самом деле после прохождения одессея получил все равно дополнительные трофеи что как по мне даже хороший бонус получается и монеты мне сейчас больше вот эти вот монеты нравятся потому что в некоторые периоды у них правда становится мало но сейчас к счастью из-за того что мы вернулись спорной территории там ведь постоянно да что-то играть и ты получаешь монеты прям сейчас деньгами все нормализовывается потому что до этого были прохождения только боссов но с боссов ты конечно получаешь что-то миша на что-то еще проиграешь а хочется не заново все отыгрывать и вернуться уже с какого-то раунда поэтому приходится платить а тут все равно деньги хотя бы копятся поэтому постепенно можно дальше прокачивать всякие скины делать покупать поэтому да ну вы можете сейчас заметить что абсолютно с легкостью все проходится у нас тут и деревня и примоглев и липкая бомба и все нормально то есть сейчас я прокачал деревню по верхней линии и теперь уже со спокойной душой буду копить деньги на прокачку нашего примоглев а я не помню как последняя прокачка обезьяны с дротиками называется но в любом случае нормально и кстати большое вам спасибо за то что вы вчера писали сколько вам лет после вот дискуссии это наши во время прохождения босса но вот реально выяснилось что вы все ребята молодые типа и какое ну то есть все заканчиваем конечно тему того видео просто о том что все заниматься чем хотят и это главное поэтому большое спасибо что уделили время моему тому разговору а тут уже продолжаем говорить на другие немного отвлеченные темы и как раз таки еще одна из тем которые бы я хотел немного рассказать в этом видео это то что я сегодня утром купил предзаказ игры atomic heart я вообще не ожидал что я это сделаю вообще не ожидал вот знаете я сейчас я очень хочу пожелать успеха для этой игры вы не представляете насколько я этого хочу потому что эта игра от наших разработчиков ну конечно сейчас они головной дел перенесли в другую страну но связи с ценными ситуациями тут понятно почему это сделано и как вот пытается всеми силами ее закрыть предотвратить вообще ее выход поэтому хочется вот реально пожелать всего самого хорошего чтобы у нее стало все здорово я вот реально очень хотел мне поиграть и это же круто когда вот новая игра тем более она знаете она такая она хайп такой поднялась сейчас невероятный но мне кажется по крайней мере в ру комьюнити русскоговорящим уж точно и поэтому если вот снимать такую игру мне кажется равно дополнительных новых зрителей можно получить и это здорово ну и а я поначалу такой блин придется наверное несколько дней ждать пиратку или но или как там вообще с этим будет обстоять дела а потом что-то посидел подумают я же работаю я же зарабатываю деньги у меня есть а тут я так хочу пожелать успехов этой компании так за нее болею но при этом еще играть в пиратку такой ладно куплю купил предзаказ в к плен золотое здание купил там за 3000 получается там некоторые что уникальные облики и еще в будущем похоже выйдет 4 90 по этой игре и как раз таки в моем предзаказе как раз таки входят в стоимость эти четыре будущих дела все что как по мне очень даже круто мне потом будет даже интересно узнать во время выхода следующих делу все сколько они вообще будут стоить типа страну я наверное в какой-то стране вышел в плюс поэтому дам игра уже должна выйти у нас 21 февраля это вторник у нас получается но к сожалению то есть она выйдет в 21 февраля видео я по ней уже буду снимать 21 февраля вечером потому что работа работу никто не отменял надо идти надо надо работать надо зарабатывать поэтому к тому времени наверное уже на ютюбе будет море видео потом и харту сожалению то есть я не смогу быть одним из первых далеко далеко одним из первых не буду но единственное знаете конечно можно попробовать отснять в полночь но я понимаю что если я буду снимать в полночь то надо будет шоу потом все курить это не то при том что мне еще вставать в 5 утра я что я вообще спать не буду что ли нет такого не надо на моей работе надо быть внимательным поэтому посмотрим как вот все у нас будет жду эту игру очень интересно посмотреть при этом я там буду играть наверно в один из самых легких режимов потому что мне хочется больше проникнуть с этой игрой чем там вот эти вот шутеры миллион выстрелов чтобы кого-то уничтожить нет это не ко мне я к такому не готов я очень мало играл подобные игры потому что ну вы сами можете заметить на моем канале блонд стадо блонд стадо больше такая стратегия что-то на развитие а тут шутер рпг интересно мне очень интересно в это поиграть тем временем вы можете посмотреть мы кстати уже перешли на третью карту что как по мне очень даже хорошо так что вот такие вот дела так вроде бы все у меня неплохо вот реально вы сейчас вот жду вот эту игру потому что там я понимаю что надо стараться играть все равно в новые игры которые вы сейчас вот выходят они дают без шанс что тебя заметят новые зрители и это неплохо но плохо то что ты не можешь нормально купить какую-либо игру в связи с запретами разными к сожалению ну и если плюс том что атоме харта вк-плей вышла хоть все люди такие город фу вк-плей вк-плей я на самом деле не знаю почему люди так говорят потому что у меня толком нет какой-то в этой базы сформированная чтобы я говорил фу это правда ужас единственный вот минус в том что очередная площадка где надо регистрироваться где у тебя отдельно будет какая-то игра хочется конечно чтобы у тебя была такая одна площадка где у тебя есть все игры ты можешь зайти и будет удобно это как по мне конечно было бы получше но но что есть то есть будем привыкать это также как стриминговые платформы иностранные вот это прям вообще ужас радует что мы русские пиратчики в основном ну русскоязычные наверное наверное ко всем нам относится что американцы же знаете что посмотреть один сериал им надо заплатить например 5 долларов на одном сайте второй сериал 5 долларов на другом сайте и то есть у них должна быть подписка на вот этих вот все миллион сайтов чтобы посмотреть пару сериалов тут конечно это ужасно это неудобно как по мне не то что у нас бесплатно на одном сайте все сериалы но может до нас это тоже доходит постепенно то есть мы будем платить за все сто процентов всему свое время так что вот такие вот дела а так я понимаю что надо снимать атоме хард мне интересно мне хочется посмотреть правда как это все будет выглядеть тем более я уже утром написал пост в сообщество про ну про мою покупку и многие люди как раз таки положительно отреагировали что о жду о прикольно так что да я жду и мне интересно как это будет потому что надо продолжать надо развивать свой канал это очень важно для меня очень хочется получать новую аудиторию новых зрителей я рад что на меня и так новые люди подписываются особенно когда блонд стадо снимаю у меня прям знаете так прям заметно типа выкладываю видео по другой игре столько-то подписчиков ну где-то один подписчик это уже хорошо выкладываю видео по блонд стадо там знаете плюс 10 новых подписчиков так это нормально эту о ну прикольно правда на блонд стадо к сожалению далеко не уйдешь потому что у нее не такая большая аудитория в россии а на английский язык я пока что переходить то вообще не хочу и чё я там буду i'm don't speak english very well чтобы что-то снимать хотя чтобы излагать свои мысли это нормально все говорить но я не хочу пока что я не хочу да и в принципе не знаю если переходить на английский то как-то не душевно как по мнению все-таки вас я знаю вы знаете меня я могу с вами многим поделиться у нас схожие менталитеты схожие желание а тут англоговорящие люди в них все-таки немного другой устрою в голове мы не всегда друг друга можем понять к сожалению поэтому пока что русские русский и да и в принципе если уж на английском это знаете когда-нибудь петь фильмах сниматься в сериалах вот там я понимаю английский это мощь а на youtube на youtube знаете вот что я думаю на английском снимать но если вот возможно снимать так это в том что развивать себя в плане творчества то есть игры я конечно на русском хочу снимать ну просто вот если так вот подумать а вы рисуете вы занимаетесь чем-то еще таким вот то на английском мне кажется снимать это как раз таки даже покруче будет потому что аудитория на английском языке в разы больше трудовой платежеспособное население на английском тоже намного больше людей следовательно для вас это и больше возможности заработать в дальнейшем так как знаете даже многие русские они могут немного до понимать английский и следовательно если им понравится какое-то творчество то без разницы на ком и на языке вот ты вот тебе понравилась картина который нарисовал человек который говорит на английском и чего с того я я куплю картину тут без разницы какой язык в этом плане конечно творчество это круто потому что тут уже она общее для всех конечно у каждого разные вкусы но понять его может каждый а вот такие вот разговорные видео мне кажется только вы в основном поймете но русскоговорящие люди хотя меня смотрят и люди из других стран мне это безумно приятно я вот иногда читаю комментарии ну стараюсь там вот люди прям знаете пишут полностью на украинском языке и я конечно я понимаю но ответить на украинском я не могу потому что но я никогда не писал и не знаю что это да как это прикольно то есть если они прям только пишут и на украинском следовательно они говорят наверно только на нем но при этом они понимают наверное мою русскую речь это здорово это реально это здорово когда мы все такие все друг друга понимаем в какой-то степени в этом плане конечно россияне более ленивые люди потому что им русский в снг почти все понимают следовательно больше языков учить не надо это вот у других людей они зачастую знают несколько языков и для развития головы своей мозговой активности мне кажется это в разы покруче так что если вы знаете понимаете пару языков но вот если у вас есть свой родной язык и вы понимаете еще какой-то спокойно или вот там можете говорить писать тут это невероятно это очень здорово поэтому вот так вот перешли мы до такого темы сейчас мы кстати уже на предпоследней карте я вот эту карту на самом деле боялся больше всех я думал что вы ой тут первом проблемы будут потому что тут много воды чем не ставить или бустера водоподводников ну на самом деле вообще никаких проблем не оказалось вообще ноль проблем и это круто это здорово что такая вот тактика максимально универсальная без каких-либо проблем все вот проходишь а так еще какую тему можно поговорить это наверное о том что сегодня и вчера немного смотрел свои старые видео прям на старые-старые ну как старые-старые которым почти два года но почти два года и на самом деле я тогда толком не замечал а голос то у меня немного-то изменился это немного радует ну конечно знаете мне мне на тех видео было 18 18 лет уже многие люди говорят гораздо грубым голосом который у меня был тогда тем которым был тайна и и сейчас у меня тоже довольно таки детский голос но все равно заметно что он много изменился по моему я стал говорить чётче немного увереннее и это меня прям радует на самом деле может быть через пару лет я вообще там еще лучше буду потому что все таки многие люди когда смотрят мои видео не думаю школьник школьник а я на заводе уже работаю я уже и не в школе я уже и колледж закончил ну нормально нормально знаете зато я не пытаюсь казаться взрослее чем я есть на самом деле потому что еще успею всему свое время мне кажется ой и главное сохранить свое здоровье вот это вот в первую очередь мне кажется важно так что берегите свое здоровье важно так вот смотрел свое видео и и немного мне лично себя слушать очень тяжело потому что мне кажется что я говорю не связано не интересно с какими-то паузами хотя я таратурю это без остановки получается так что даже не знаю может быть это пройдет все также со временем потому что в любом случае за эти два года уже возник какой-то прогресс потому что я помню как два года назад и когда выкладывал видео именно только когда начинали кто-то смотреть уже тогда говорю да я просто умею хорошо и быстро говорить без остановок вот наверное из-за этого меня могут смотреть а сейчас я понимаю что я говорю лучше чем тогда то есть все равно развитие происходит моему каналу получается еще даже двух лет нет тем более я не так прям его безумно активно веду могло быть получше но тут конечно же дела взрослая жизнь решает сожалению если бы у меня была возможность зарабатывать на ютюбе чтобы прожить ну чтобы получать примерно такие же деньги которые я получаю у себя на работе я бы с радостью занимался именно только ютюбом ну такие вот реалии у нас сейчас посмотрим что будет в будущем а так главное просто продолжать заниматься тем что тебе нравится и ну к сожалению тем что тебе не нравится тоже приходится некоторое время заниматься но ничего страшного все будет хорошо тем временем мы переходим к нашей последней карте тут я начал немного использовать наши банановые фирмы просто чтобы побыстрее заработать просто по приколу чтобы мы могли всех прокачать наших основных обезьян и нормально все вообще в этом плане хорошо вы можете не делать не ставить банановые фирмы как я делал а просто по той же тактике как и на предыдущих картах все сделать я думаю у вас спокойно получится все это выйдет так что да вот играю сейчас в майнкрафт кстати я вот пока снимаю это видео я в своем выживании на ферме мобов афк ну чтобы потом получить ресурсы и в них уже не нуждаться конечно чтобы это делать это надо знаете это надо сутками много суток простоять чтобы чего-то прям добиться но мне уже безумно нравится того чего я там добиваюсь потому что знаете виден прогресс это прикольно то есть когда вот я снимал первую часть выживания что я только дошел до того момента точнее до той местности где я хочу развиваться а сейчас у меня там получается есть домик уже есть там и мостики классные и особняк который уже превращаться в мою основную базу там есть трейд холл там есть место для размножения жителей получается недалеко у меня есть башня мага я не знаю как его правильно так вот назвать и где у меня там ферма скелетов классное зачарование потом у меня построена ферма мобов и ферма железа вдалеке которую пока что я на видео не показывал потому что я ее построил на прошлой неделе или на позапрошлой когда я болел наверное позапрошлой в основном это все еще было и докво это типа круто сейчас я там строю склад в следующем видео я вам покажу что я там еще развился добыл и это круто когда ты выполняешь уже более-менее такие казалось бы необходимые вещи чтобы упростить себе игру в будущем потому что когда у тебя много ресурсов ты можешь больше выполнять каких-то творческих заданий проектов наверное больше творческих проектов которые я как раз таки хочу в будущем реализовывать строить что-то интересное а для того чтобы строить подавать ресурсы тебе нужна хорошая кирка например и даже не алмазная а уже незеритовая и будет круто если она будет на эффективность на прочность на починку на удачу вот у меня собственно такая сейчас кирка и чтобы она вот все вот такая в незерите я не помню говорю ли я об этом или нет так что сейчас уже гораздо комфортнее получается играть из-за фирмы железа у меня теперь железом нет никаких проблем а то ну знаете оно у меня уже прям заканчивалось и вот сейчас вот минут с которым я вот столкнулся это то что у меня нету какого-то центрального склада то есть я не знаю какие ресурсы у меня есть и вот это конечно я считаю проблемой поэтому я ее сейчас решил к счастью я там смог добыть губки немного поосушал комнату вырыл ее построил склад и единственное знаете мне сейчас нужны шалкер боксы чтобы просто туда засунуть все предметы из других моих складов принести в этот склад отсортировать и тогда я прям кайфану мне кажется от жизни потому что ну это так круто когда у тебя все ресурсы есть все в одном месте ты можешь просто посмотреть а я вот это вот возьму мне это надо и потом также разложить именно по тем сундукам которые вот у тебя есть вот это вот прям здорово здорово вот так вот я с вами тут разговариваю все у нас проходит здорово вы можете посмотреть у нас уже 58 раунд у нас уже крутой бумеранг без каких либо проблем мы проходим вообще можно посмотреть что у нас тут в основном ниндзя и гвендолин могут и сами тащить но все равно лучше вот ставьте этого как она обезьяна с бумерангом он все равно помогает он очень хорошо помогает и как раз таки он мне дарит спокойствие с ним вот я ну я понимаю что вообще все нормально без каких либо проблем проходится конечно если вы хотите больше денег заработать вы можете сначала прокачать исследовательскую лабораторию а потом уже бумеранга я так думаю что вы не проиграете вы должны накопить все эти деньги вообще спокойно без каких либо проблем ну я на всякий случай сначала поставил именно самого бумеранга а потом начал прокачивать исследовательские лаборатории вообще сначала думал качать мне их не качать потому что ну смысл а потом так ладно по приколу сделаем и тут у нас остается уже последние 12 раундов которые вот проходят реально быстренько это весело задорно вот не знаю мне там писали в комментариях о том что не могут пройти Одиссею ну что вот попросили меня пройти и может быть я просто что-то не так понял или же может быть у меня игровой опыт все равно как-то досложился что а мне это вот реально просто пройти без каких либо проблем все в этом плане хорошо может быть у кого-то других все таки больше трудностей возникнет так что если у вас правда возникнет больше трудностей то не бойтесь использовать способности которые вам дали в этой Одиссеи это все таки круто почитайте их посмотрите может быть кстати я потом могу заснять видео где просто такое знаете небольшое видео короткое где просто расскажу про все способности что за что каждый отвечает просто такой типа мини гайдик это же удобно хотя в принципе в описании под каждым из этих элементов уже расписано все понятно как по мне посмотрим тут у нас остается всего два раунда посмотрите у нас все прокаченные у нас обезьяна ниндзя максимальная обезьяна с дротиками с двум рангом максимальная деревня крутая ну вот единственная гвендолин наверное отличилась ну ничего посмотрите она и так у нас очень крутая и все 80 раунд проходим с вами просто максимально быстро поздравляю нас мы прошли А10 тут пишется что мы потратили 3 часа но на самом деле за час я ее прошел это просто ускорение такое и все все мы выполнили все мы получили награды нет потому что я ее еще тогда получил сейчас я переснимал эээ я там какоето достижение выполнил ой я даже не знаю ладно надо будет потом посмотреть а на этом я буду заканчивать это видео я надеюсь что вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока вау Ю